С Днём Ангела, дорогие друзья! Дорогие именинники, человеку свойственно роптать на свою судьбу. Часто нам кажется, что мы достойны большего, лучшего, что многие живут лучше нас, и нам это обидно. И только сравнивая свою жизнь с жизнью людей, которые лучше нас, но жили хуже нас, мы постепенно успокаиваемся и понимаем, что мы роптать не имеем права. Сегодня мы расскажем вам о жизни святой женщины, имя которой Анна, что значит Божья благодать. И крест жизненный этой женщины был настолько тяжек, что без Божьей благодати, сопутствовавшей её имени и жизни, перенести её было бы невозможно. Речь идёт о благоверной княгине Анне Кашинской. Дочь ростовского князя, она по достижении совершеннолетия была выдана замуж за Михаила, князя Тверского. И вся жизнь её в супружестве была непрестанной чередой несчастий. Вскоре после супружества умирает её отец. Через год сгорает терем княжеский со всем имуществом. Затем умирает первенница их брака, маленькая дочка Феодора. После нескольких лет брака уезжает в Орду, и там его убивают её муж Михаил Тверской. И все дети, рождённые им и Анной, и впоследствии выросшие, также претерпели тяжёлую кончину. Тверской князь к тому времени враждовал с князем Московским. Князь Юрий Московский много строил козней различных своим сородичам и окрестно княжевшим братьям. И вот Михаил Тверской пострадал по его наущению в Орде. Через много лет, когда уже дети выросли, Даниил, грозные очи, старший сын из выживших, благоверной Анны и Михаила Тверского, в Орде встречает князя Юрия Московского и в отместку за смерть отца убивает там князя Юрия. И, конечно же, также платит за это жизнью. Через некоторое время татары нападают на Тверь и уничтожают всё, что можно было уничтожить. Такого набега и разительного такого уничтожения Тверь не претерпевала ни до, ни после этого уже в истории более ни разу. После этого опять-таки в Орде погибает ещё один сын Анны и её внук Феодор. Причём их не просто казнят, но впоследствии трупы разнимают по суставам, то есть отделяют кость от кости, с особой жестокостью расправляются с ними. Все эти утраты, сопровождавшие женскую долю княгини, по сути, убили в ней всякое желание мирской сласти, всякое желание земного утешения. Она была приготовлена этими скорбями и крестом одиночества и утрат слёз женских к монашеству. Она постригается в монахине и благочестно в монастыре, неся подвиг монашеский, молитвенный, заканчивает свою благочестивую жизнь. По странности, со временем имя её совершенно забывается в народе города Кашина. И только спустя столетия, в XVII веке, могила её чудесно обретается, они стали вспоминать, благодаря её видению, явлению одному из клириков. И Кашинцы начинают почитать свою княгиню, служить панихидой на её гробе, в конце концов поднимают вопрос о её канонизации. В 1650 году совершается канонизация благоверной княгини Анны Кашинской. А затем происходит совершенно интересная вещь, единственная, по сути, уникальная в истории русской церкви. В 1677 году её деканонизируют, поскольку на Анну ссылаются старообрядцы, подтверждая свою правоту, и вот решает церковь её лишить ореола святости и исключить из синодиков. Таких вещей, повторяю, больше не повторялось. Несколько столетий Анна была в таком вот деканонизированном состоянии, и почитание её было возвращено спустя 200 с лишним лет. Сегодня Анну знает как заступницу, помощницу, в особенности в житейских нуждах. К её молитвенной помощи особенно прибегали женщины, отправляя своих мужей и сыновей на войну, зная, что она, как никто другой, знает скорбь женского сердца и может, будучи уже в Царстве Божьем, вымолить для нас ослабу и утешение. Жизнь полна скорбей, и всем нам необходима благодатная помощь. И вспоминая о Анне, чьё имя значит Божия благодать, мы желаем вам благодатной помощи в перенесении всех неизбежных житейских неприятностей. Кроме носящих имя Анна, нынешних именинниц мы поздравляем сегодня Киприана, Иустинью, Феоктиста, Андрея, Давида и Константина, также с Днём Ангела. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах. Радуйтесь, дорогие именинники.